Мы не должны забывать, что в Казахстане в 2018 году прошла так называемая реформа медицины, которая была очень непопулярна. Связана была с тем, что Казахстан решил перейти с бюджетной бесплатной медицины на страховую медицину. И это один из звоночков, который демонстрирует, что социальное государство, социальные гарантии являются одной из баз, из оснований стабильного развития общества. Потому что доступные и качественные социальные услуги, они могут быть только если они бесплатны. Когда ты вводишь какие-то пороги, социальные услуги становятся менее доступными, а значит и менее качественными, эффективными. Если человек не может получить образование, либо медицинские услуги, то мы это видели по коронавирусу, когда на локдауна закрывались целые страны. А давайте вспомним, как Казахстан закрывался на локдаун, когда заваривали просто-напросто целыми подъездами, если там кто-то находился, контактер, контактное лицо по коронавирусу. Мы это забыли, но в 2020 году такие факты, когда целыми подъездами, целыми домами просто-напросто людей заваривали в подъездах. То есть методы такие восточные, жесткие и однозначные. И понятно, что люди, которые не могли пойти на работу, сначала люди терпели вот этот субъективный фактор коронавируса. Если у нас люди некоторые не могли понять, почему мы тут не закрываемся, то в Казахстане была другая реакция. Почему там вот так радикально всех против этого коронавируса начали бороться. Следующий фактор я бы все-таки отнес, это вот эти гиперлиберальные реформы в плане трудового законодательства. У нас, я напомню, в Беларуси очень жестко требуют выполнять права трудящихся, наемных работников. Мы на передовой здесь, мне кажется. Да, мы, как мы защищены, что у нас три года декретный отпуск, что тебя, если тебя забрали в армию, не имеют права увольнять. Всего этого нет в Казахстане. И, к сожалению, это одна из самых сложных точек вообще в их социальной жизни. По некоторым показателям, Казахстан по трудовому законодательству и по правам трудящихся находится в десятке худших стран мира.